Итак, дорогие друзья, всем доброе утро, всем шалом, бонжур, хеллоу, и мы продолжаем изучать, продолжаем изучать Тору, великую божественную мудрость, продолжаем изучать, и притча царя Соломона, какое-то счастье сидеть и изучать мудрость, которую написал 3000 лет назад, написал и сформулировал, царь Соломон, мудрейший из людей, представляете? И тут Максим Перенчук спокойно это слушает, Марина Шувалова, Дмитрий Базанов из Херсона, да? Вот мы изучаем мудрость царя Соломона, божеств это Тора, мудрость Торы, которую сформулировал царь Соломон, которую мы сейчас изучаем вместе, для того, чтобы эту мудрость поселить, Анна, шалом, поселить у себя в голове и начать жить, исходя из этого, присоединиться через мудрость Торы, к вечной жизни, представляете? Невероятно у нас есть счастье, и, значит, 30-й отрывок, мы сейчас находимся, 30-й отрывок, сказал нам царь Соломон в 30-м отрывке 3-й главы, сказал нам следующее, он говорит, не ссорься, сейчас его наверите, прочитаю, так, так, давайте сделаем, чтобы было виднее, вот так, значит, он нам сказал так, 30-й отрывок 3-й главы, Он говорит, не ссорься с человеком просто так, не ссорься с человеком просто так, если он не воздал тебе злом, не сделал тебе злом, значит, люди же живут в окружении людей, То есть, что ты сделаешь, да? То есть, человек, он постоянно находится в окружении людей, и вся жизнь, в принципе, начиная с момента рождения, она проходит в коммуникации людей друг с другом Это очень важно, я думаю, что это важнейший навык умения коммуницировать, умение правильно коммуницировать с людьми, умение находить общий язык, умение выстраивать Я бы в школе, например, да? Я бы преподавал людям, детям лучше бы не математику, химию и физику, это надо преподавать тем, которым это надо, которые будут в этой сфере развиваться Но абсолютно всем бы детям, начиная с первого класса, я бы преподавал бы книгу «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей», например, да? Делла Карнеди Люди должны научиться друг с другом красиво, правильно коммуницировать, понимать друг друга, уметь высказать свою мысль, уметь объяснить, уметь, например, понять другого, да? Понять суть И тогда, тогда не будет сложности Теперь, сказал нам царь Соломон в 30-м отрывке, сказал точно, не ссорься с человеком без причины Что значит не ссорься? Есть известная история, как один журналист приехал в село, где бы жили долгожители, и он нашел одного такого, очень старого такого долгожителя И он ему говорит, скажите, в чем секрет вашего долгожительства? Он говорит, вы знаете, говорит, я просто никогда ни с тем не спорю, вообще никогда и ни с тем не спорю Журналист говорит, да что вы рассказываете, не может этого быть, наверняка есть какие-то еще причины, чтобы вот так просто только из-за этого долгожительства, я не верю, не может быть, давайте еще, я думаю, что это по-другому Этот старик на него так посмотрел, говорит, ну, значит по-другому, если читаешь по-другому, значит по-другому, все И он не стал с ним тоже спорить Это то, что здесь имеется в виду, что люди очень часто друг с другом спорят вообще не просто по мелочам, а вообще по каким-то... Каждый доказывает друг другу, причем доказывает то, что ни в коем случае не является ни истиной, ни важным Вот там, сколько людей спорят по политическим вопросам, политика, там, значит, Украина, Россия, Америка, там, Китай Какая разница вам? Вы что, политики? Вам-то лично какая разница, да? Человек, который живет, большинство людей живет на зарплату или в минусе Сейчас в Англии, Brexit, не Brexit, это такие все разводы, выйдет Англия из Евросоюза, не выйдет Англия из Евросоюза, какая разница кому? Ну, люди спорят, воюют, все эти выборы, все эти... То есть, сказал нам царь Соломон, не аль-тариф, это не то, чтобы даже не ссорься, а не, ну, не спорь, не спорь с людьми, не вступай с ними в конфликты Иди по жизни вот так вот спокойненько, я вам расскажу еще одну историю, что значит не ссориться с людьми, хинам, это просто так Был глава прошлого поколения, глава Мирайшив, был Рав Ильяшев, Рав Йосиф Шолом Ильяшев Я читал историю, как он родился, у его мамы не было детей, долгое время не было детей И уже прям они были пожилые люди И вот они жили в каком-то, ну, таком, в простых очень условиях И дворы такие маленькие, значит, это было в России, потому что он приехал в Израиль, ему было 12 лет Рав Йосиф Шолом Ильяшев, ему было 12 лет, когда он приехал в Израиль, значит, это было еще где-то в России И где-то в 900-е годы, то есть он умер в, там, в 2015 году в возрасте 110 лет, что-то такое Значит, это было начало прошлого века И вот, значит, его мама развешивала белье, развесила белье во дворах Раньше же стирали на речке, белье вот эти вот, очень тяжело это было И она развесила, сушится какие-то простыни там и так далее А у нее была соседка, очень нервная такая соседка Знаете, есть такие люди, которые нервные очень И ей показалось, что белье развесили не там, не так И она, эта нервная соседка, она пришла, она взяла и срезала это все белье И оно упало в грязь И мама, будущая мама Рав Йосиф Шолом Ильяшева Она вышла во двор, увидела это белье, которое валялось на земле Спокойно его, молча собрала это белье И пошла его опять прополоскала, ни слова не сказала Ни слова не сказала этой соседке, не закричала на нее, голос не подняла Спокойненько она взяла белье и развесила Теперь, ровно через год родился у нее сын Хотя она была уже очень сильно в большом возрасте Потому что, еще раз, тот, кто Амаавир Альмидотав Тот, кто сумел преодолеть свои вот эти качества характера Гнев, раздражительность, зависть Это как раз те качества, которые написаны Они человека уводят из этого мира Это запрограммировано в человека И как раз вот эти вот качества, они идут против человека Они его уничтожают и уводят из этого мира Так вот, тот, кто умеет их преодолеть Он преодолевает свою вот эту вот животную, человеческую природу И в этот момент, когда он ее преодолевает Он поднимается на уровень выше природы А на уровне выше природы на уровне выше природы с человеком случаются уже те события, которые выше выходят за пределы природного хода вещей вот, поэтому сказал нам в 30 отрывке сказал царь Шламоном чтобы мы не ссорились с людьми просто так, если он не сделал тебе зла, и тут вот есть такая он дал нам зацепочку такую когда можно ссориться, казалось бы да, а если он сделал тебе зло, то что? теперь, ну написано в Торе, око за око зуб за зуб и так далее, мера за мера, то есть есть принцип, что все должно быть в этом мире справедливо, Бог его одно из имен Бога это истина, истина теперь, значит если кто-то тебе сделал зло то по идее ты можешь ты можешь ему ответить тем же злом, тем же злом то есть, ну что значит то же зло на вот это око за око задают вопрос, если один человеку другому выбил глаз он ему выбил глаз, то по идее око за око, надо как понимать око за око, это выби ему тоже глаз то есть, он ему выбил глаз, значит ему надо выбить глаз но возникает вопрос значит, тот, который выбил глаз он одноглазый уже был до этого если он до этого был одноглазый ему выбить глаз он останется слепой это совершенно не тот случай который, если взять двуглазому человеку выбить один глаз у него один глаз останется а если одноглазому человеку выбить глаз у него ни одного глаза не останется Он будет слепой. Значит, должно быть все очень равномерно. А как узнать вот эту вот правильную меру? И вот здесь как раз, как раз здесь и начинаются все эти глубокие выяснения. А сделал он мне зло, а не сделал он мне зло. То есть очень часто один человек другому говорит, я тебе зло не делал, например, да, а второй на него обижается. То есть здесь это очень сложная тема. Поэтому, поэтому есть люди, которые устанавливают, устанавливают меру своих взаимоотношений с другими людьми, как вот должно быть по справедливости. Значит, меня обидели, я обижу. Меня там оскорбили, я оскорблю. Ну и так далее. То есть они такие воины. Воины за справедливость. И есть, я знаю несколько таких людей, которые воины за справедливость. У них очень много проблем. Реально, у них проблем в жизни столько, что капец. А есть люди, которые, они не воюют за справедливость. Они умеют, они такие как текучие, как река. То есть если они видят, что человек, на них идет с агрессией, они просто отходят, уходят и так далее. То есть они умеют внутри как-то себе, не то чтобы они, они сдерживаются, да. Нет, они не сдерживаются. Они умеют как река обойти. Знаете, как говорят, что в боевых искусствах самый крутой уровень, это когда человек не вступает вот в эти вот боевые, боевые отношения. Это самый крутой уровень. Теперь, но если все-таки тебе сделали зло, то нужно подумать, нужно подумать. Я помню, когда-то в Израиле у нас возникла проблема с ремонтом. И это был единственный суд, когда, ну вот реально было настолько, мне казалось, что я прав. И на меня, да, ну то есть сделали нам ущерб такой, ущерб с ремонтом. И мы подали в суд. Заплатили адвокатам, они заплатили адвокатам. Потом, значит, в общем, в итоге, в какой-то момент суда у нас не хватило, какой-то не было, какой-то бумажки и так далее. Опять это были. И в итоге, в итоге суд присудил, ну, не то решение, которого я ожидал. То есть, как бы оно было, ну, совсем не то. То я понял, что в этой ситуации, если бы я просто сказал бы, вы сделали мне то, что сделали, все, до свидания. И тут вот интересно. Когда человек говорит, пусть Бог рассудит, пусть Бог рассудит. В этот момент он тоже делает для себя очень опасную историю. Почему? Потому что, когда ты говоришь, пусть Бог рассудит, то Бог же, он начинает судить. А когда он начинает судить, возможно, ты-то сделал то же самое. Или еще хуже, только в другом месте. И когда ты говоришь, призываешь Бога в суде, говоришь, давай рассуди, в этой ситуации я прав. А Бог начинает тебя проверять еще и по другим ситуациям. Есть известная история в Талмуде, когда Раби Иуда, у него стисло 400 бочек вина. 400 боченков вина. И он, значит, расстроился, понятное дело, он расстроился. Вот Рафаэль Шустер смотрит нас, он знает эту историю. Раби Иуда, у него стисло 400 бочек вина. И, значит, мудрецы ему сказали, пусть Раби Иуда посмотрит на свои дела, проверит свои дела. Он сказал Раби Иуда, вы что, меня подозреваете, что я сделал какое-то против кого-то преступление? Ну, скажите. А они ему, мудрецы, говорят, а ты что, подозреваешь, что Бог делает, ну, что-то, суд без вины? Что просто так это с тобой произошло? Он начал думать, 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 вспоминал и говорит, я не помню, я не делал ничего противозаконного, чтобы у меня, чтобы у меня, ну, получить наказание за это, не помню. Они ему говорят, а ты вспомни историю с арендатором. Он говорит, так, секундочку, арендатор у меня украл в прошлом году, украл у меня в прошлом году, а я в этом году у него забрал силой там то, что, ну, какие-то веточки там, лозу виноградную, что такое он у него забрал, и сказали ему мудрецы, что вор украл у вора, и вкус воровства почувствовал. То есть, если он у тебя украл, он вор, это факт. Теперь, если ты начинаешь вести себя так же, как он, с волками жить, поволчевыть, это неправильный подход. То есть, если кто-то злодей, ты не можешь становиться злодеем, потому что он злодей, у него будет раздача на него, это факт. То есть, злодей, я очень часто вот в молодости вступал в какие-то конфликтные ситуации, если кто-то там нагло себя вел и так далее. А в какой-то момент я подумал, вот человек ведет себя нагло, да, я, в принципе, к нему не имею отношения. Теперь, ну, если он ведет себя нагло, ну, рано или поздно он попадется на такого же, как он, и всегда он попадает на такого же, как он, и другой такой же скандалист, наглец и так далее, и вот они будут ругаться, друг друга уничтожать. Зачем я должен в этой истории во всей участвовать? Короче, Раби Иуда, ему так мудрецы сказали, он говорит, да, действительно, он у меня украл, а я не хочу быть таким же, как он. И он вернул этому арендатору, вернул то, что он у него забрал силой потом на следующий год. И написано, что вся ситуация повернулась в этот момент в обратную сторону, что уксус превратился в вино, говорят. Некоторые, а другие говорят, нет, не уксус превратился в вино. Уксус подорожал и стал стоимостью, как вино. То есть, в принципе, все очень неоднозначно в этом мире. Цена любого поступка, цена любого продукта, она очень сильно колеблется. Сколько может банан стоить? А сколько скотч стоит? А вы знаете, недавно продали банан, приклеенный скотчем к стене за 120 тысяч долларов. Продали эту работу. То есть, все в этом мире очень неоднозначно. Добро, зло, отношения между людьми, все эти интерпретации, трактовки и так далее, это все неоднозначно. Поэтому сказал нам царь Соломон, лучше не ссорься с человеком без причины. Если он тебе не сделал зло. Если он сделал тебе зло, тогда, в принципе, у тебя есть основания ссориться, но ты должен знать, что сила действия равна силе противодействия, по-моему, в физике. Что любое зло, любая разборка, любой конфликт, он набирает обороты. И в итоге непонятно, ты можешь быть тысячу раз прав, но ущерб от того, что ты вошел в конфликт, может быть намного больше, чем суть от этого конфликта. Дальше сказал нам царь Соломон следующее, 31 отрывок. Аль-ти-канэ-бэ-иш-хамас в аль-ти-вхар-бэ-коль-драхав. Он говорит, не завидуй грабителю и не выбирай никаких его путей. Значит, иногда люди, иногда люди, они смотрят вокруг и говорят, ну посмотрите, вот эти грабители, вот им везет. Вот, а им везет, и как они себя прекрасно чувствуют. Я помню, когда был Янукович у власти, да, и у него реально они забирали у людей бизнесы, они, ну то есть были такие прям бандиты-бандиты, да. И многие говорили, смотри, говорили, как они хорошо живут, как они прекрасно живут и где же справедливость. Я помню, прямо на уроке Тора как-то один парень говорит, вот где справедливость, посмотри, они что, они, ну просто бандиты такие, да. Я говорил, написано, вот смотрите, написано, не завидуй грабителю и не избирай ни одного из всех путей его. Аль-ти-канэ-бэ-иш-хамас-вы, аль-ти-вхар-бэ-коль-драхав. И значит, в итоге, проходит несколько буквально месяцев, начинается Майдан, и их выгоняют, этих всех грабителей, выгоняют из Украины, нету их. Приходят другие, опять этот же сидит на уроке и говорит, вот, посмотри, как они себя ведут, что они делают, и они же тоже не лучше. И все, я говорю, подожди немного, подожди. Бак, сейчас опять под судами, там, суды, суды, пересуды, то есть и так далее. То есть, сказал нам царь Соломон 3000 лет, аль-ти-канэ-бэ-иш-хамас, не завидую грабителю, то есть человек, который живет нечестно, который ворует, грабит, который берет взятки, там, коррупционер и так далее, то рано или поздно у него это все закроется. Но, тот, кто ему завидует, ему плохо сейчас, он сейчас внутри создает себе своей же завистью, создает себе негативную эмоцию. Он внутри говорит, мир несправедлив, Бог несправедлив. И он создает себе систему внутри взглядов на мир, которая его же самого рушит изнутри. Теперь, и не выбирай ни одного из всех путей его. То есть, дальше у каждого из нас есть возможность выбирать, как действовать. Вот у нас каждый день возможность, миллион возможностей, что делать, как делать, как поступить и так далее. Теперь, что движет грабителями? Всеми грабителями движет одно, алчность. То есть, они хотят забрать быстро деньги для того, чтобы эти деньги потратить. И поэтому они, как они тратят грабители деньги? Грабители обычно тратят деньги, они их прогуливают, пробухивают. Это было в древности еще, да? Если мы посмотрим, вот эти все там рыцари какие-то там, феодалы и так далее. Чем они занимались? Они грабили и бухали. Грабили и бухали. Потом Иван Грозный убивает своего сына, и все. И потом они еще сыновей своих резали после этого. Потому что сыновья были такие же, как они. Ни в коем случае есть у человека простой, правильный путь. Честно поработал, заработал себе на хлеб, законный хлеб. И сидишь себе, кушаешь и радуешься. Никому не завидуешь. Ни вообще, у тебя нет никаких дел ни с тем. Каждый по жизни приходит голый, уходит голый. Идет по своему пути. И в этом пути можно получать наслаждение от всего. И можно, идя по любому пути, получать страдания от всего. Понятно, да? Дальше 32-го отрывок. Давайте сегодня закончим главу. Титуават Ашем налоз вэтьешарим судо. Значит, мерзость для Бога тот, кто от него отходит. Порочная, да? Вот это налоз. Вэтьешарим судо, а праведным прямым он сообщает тайны. Значит, что является для человека наслаждением? Что является для человека наслаждением? Вот, есть наслаждение животного уровня. Поел, попил, там, секс и так далее. Это физические наслаждения. То есть, это тоже наслаждение. Но их ты не можешь взять больше, чем ты взял. То есть, не может человек съесть, там, ведро. Да? Если он съест ведро, он умрет. Не может человек одеть на себя сразу 150 видов одежды. Это будет смешно. То есть, человек на уровне ощущения от мира, у него все равно канал, через который он получает ощущения от мира, он очень ограниченный. То есть, вот тело, вот оно тело, да? Вот вкусовые рецепторы. Вот, то есть, очень ограниченный канал получения физических наслаждений. Когда он уже закрыт, ты уже дальше не можешь его получать больше, чем ты получаешь. Или человек разрушается. Теперь есть у человека, у человека есть дальше все остальное, это духовные наслаждения. Даже он смотрит на себя красиво. Он смотрит на цветы красиво. Это уже такое психологическое, духовное наслаждение. Человек узнает какие-то тайны, человек узнает, ему интересно. Это духовное наслаждение. Человек молится, учит Тору, наслаждается чем-то, духовными какими-то открытиями и так далее. Это все уже духовное наслаждение. И здесь канал, он намного больше по возможности восприятия, чем канал физических наслаждений. И получается, что порочный тот, кто поставил на первое место физические наслаждения, это мерзость перед Богом. И любое физическое наслаждение, оно человека разрушает. То есть, если его увеличивать, оно разрушает. Если его не увеличивать, оно перестает насыщать. Поэтому те, кто идут на пути физических наслаждений, они очень быстро разрушаются. Но праведным Бог сообщает тайны. Праведный человек, который двигается по духовному росту, ему Бог открывает все больше и больше тайны, и его наслаждение, оно только растет. И чем он старше становится, тем больше у него наслаждения, тем... А потом он уходит туда, отрывается от тела, и там наслаждение вообще невероятное, духовное наслаждение. Все, на этом мы заканчиваем сегодня урок. Давайте подведем итог. То есть, мир зла, он активен, и он человека как бы через СМИ, через... Кстати, интересно, я сейчас нахожусь в Германии, и здесь у меня родители смотрят телевизор, русские каналы, да? Это кошмар какой-то, это можно с ума сойти. Постоянно такая ругань, вот эти все ток-шоу, вот эти мрачные лица, эти все Соловьевы. Такие прямо исчадия просто, такие, они все ненавидят друг друга. Такая, знаете, сеет ненависть. И написано, что не ссорьтесь, мы сегодня учили, не ссорьтесь с людьми просто. Они просто день за днем ссорятся с экрана. И эти ссоры, они прямо вселяют в головы, прям сорняки всей стране вообще, всем людям, которые смотрят. Не смотрите телевизор, пожалуйста. Это просто сводит с ума, сводит с ума. Теперь, значит, не завидуйте грабителю и так далее. То есть, они показывают людей, которые, ну вот, часто награбили, да? И, значит, все. Знаете, что Бог любит прямых людей, и можно наслаждаться. Если убрать из себя зависть, вожделение, можно получить такие наслаждения от мира, что просто никакие материальные кайфы, они не сравнятся с тем, что может человек получить просто от молитвы, от медитации, от благословений, от того, чтобы погрузиться в свой внутренний мир и почувствовать свою связь с Богом. То есть, именно духовные наслаждения, они в тысячу раз мощнее, сильнее, чище, чем наслаждения вот эти вот материальные. Все. Удачи, успехов. Прекрасного дня, полного духовных наслаждений. Сто благословений надо в день говорить. Именно от всего сердца. Благословляй Всевышнего за каждую мелочь, которую Он нам дает. И тогда эта мелочь становится мощным, сильной пищей для души. Все. Удачи, успехов.